Привет, друзья! 5 лет назад я уже рассказывал вот в этом интервью с Юрой Диппо-196 о недопустимости формирования ВЧ-коррекции 75 мегросекунд фонокорректоров во входной цепи с использованием индуктивности головки. Освежите в своей памяти этот эпизод. Если Никите, она более-менее понятна, что ты скажешь по пассивной коррекции по входу с ТАУ-1? Ага, есть и такие варианты, да. Но только хочу сразу заметить, что любая коррекция пассивная по входу до первого активного усилительного элемента – это зло. Потому что она по-любому сигнал-шум губит. Какую бы ты коррекцию, глубокую или не очень глубокую, попробовал сделать на входе до первого активного элемента, она тут же посадит тебе сигнал-шум. Почему это происходит? Вот эта вот примитительная схема выглядит вот так вот. То есть, ребята, вот этим резистором на 6 кОм, 6,8, да, вместо 47 типовых входного сопротивления первого каскада, они пытаются реализовать за счет индуктивности бошки, ну, бошка индуктивности полгенри, да, и 6,8 кОм. Это как раз получается, ну, приблизительно постоянное времени ТАУ-1, которая 70, ну, 2 кГц или там 75 микросекунд она по стандарту, так. Чем это плохо? Плохо это тем, что вот этот маленький резистор 6,8 кОм, он, во сколько, почти на порядок меньше по сопротивлению, чем 47 кОм стандартных, а это значит что? Что у него токовые шумы его, у любого резистора токовые шумы, это корень квадратный, ну, по формуле Найквеста, да, тепловые шумы резистора, 4 кТ, дельта-Ф, это полоса анализа, и делить на Р. То есть шумовой ток, если у меня резистор в 10 раз меньше, то у меня шумовой ток в 3 раза... Нет, не в 10, в корень в 10, но, грубо говоря, в 3 раза больше. Это значит, что этот шумовой ток будет у меня шуметь просто-напросто. Это такая же лажа, как и дробовой ток токобазы, только пассивного происхождения. Поэтому нельзя это делать, никакую коррекцию до того делать нельзя. Это первый момент. Это самый неприятный, принципиально необходимый, который нельзя объехать этот момент. Если у меня маленькое сопротивление нагрузки, то у меня сильный шип. Не шум, а шип. Будем говорить, чтобы было понятно, что не шум, а шип. Будет шипеть сильно эта фигня. Это первый самый неприятный момент. А второй неприятный момент, то, что тебе, если ты бошку поменяешь, скажем, у одной бошки индуктивность обмотки пол генри, а у другой, скажем, генри или 700 мили генри, или 300 мили генри, или есть грады такие, которые совсем маленькие делают, там 100 мили генри, понимаешь? А это же у тебя будет задавать постоянное время. Если ты поменяешь бошку, у тебя поменяется постоянное время. Ну куда же? Это надо под каждую бошку потом будет выпаивать и подбирать этот резистор. Это фигня полнейшая. То есть вот этот вариант мы просто выбрасываем. И никогда его больше не вспоминаем. Это фигня полная. К сожалению, ни игуанцы, ни хуизиты мои видео не смотрят и о существовании Патреона тоже не подозревают. Поэтому до сих пор продолжают задавать все те же глупые вопросы о понижении шумов там, где они на самом деле лишь возрастают. Мне не впервой делиться своими знаниями с теми, кто только учится. Слава Богу, что есть допытливые новички, делающие ошибки. Я их поправлю и наставлю на путь истинный. Но есть параноики, типа Берилла-73 или вот этого в кавычках супер-модератора, вызывающего у меня только смех. Кстати, этот самый вакханалец уже светился у меня вместе с тогда еще арцелектриками Жуковским, Белкой и Русом 2000 в чане с говном комедии Обещали охлажденку, а подсунули гератор. Так же 2020 года. Узнаете? Ну да ладно. Оставим вакханальца в его убер-идейске И вернемся к промоушену 75 микросекунд Пассивной входной LR-цепью на ММ-бошке Мне, как выпускнику радиофака Киевского политеха с красным дипломом Всегда были интересны наиболее сложные темы Такие, например, как шумы Которые даже интереснее нелинейных искажений Но их мало кто понимает до конца Я за свою полувековую практику СНСа и главреда Встретил только одного спеца-шумовика Понимающего меня с полуслова Это Марсель Ван Деживель С которым мы активно общаемся на D-Audio.com Сегодня я постараюсь открыть и перед вами Несколько таинств шумовой аудиосхемотехники Заострив внимание на самых интересных нюансах Итак, возвращаемся к нашим баранам Точнее, к вопросу о формировании постоянной времени 75 микросекунд На индуктивности бошки Вопрошающий даже с применением арифмометра Light Spice Пытается убедить себя и свою паству В том, что снижение стандартного R-входа 47 кОм до 5 кОм У него почти вдвое снижает шумы фонакора И тем самым не оставляет камня на камне Ни Марселю Ван Деживелю с его активной охлажденкой Ни Сухову с его пассивной охлажденкой Обе из которых основаны на оборот На увеличении R-входа для снижения шумов Чтобы меня не обвинили в неточности Я повторю сначала вопрос Вот тут у меня получается Что при формировании постоянной времени На индуктивности обмотки ГЗМ Ее шум снижается почти в два раза Ну, а теперь повторяю мой ответ Против Ома нет приема Ой, это не то Против Ома и обоих киргофов Не попрешь Но примите во внимание Что такая смехотехника Одновременно снижает точно во столько же раз ИВЧ составляющие полезного сигнала Это раз И что настоящим входным узлом Является не вход фонакора Справа от индуктивности бошки А разрыв ее земляного вывода Слева от нее Это два И тогда все правильно получается То бишь вы, конечно, снизили входной Элерт 75 микросекундной цепочкой Шумы и сигнал Заметьте, нисколько не улучшив При этом сигнал шум Но Убрали из петли ООС Ту самую 75 микросекунд Задрав высокие Больше, чем в обычном регуляторе тембра На плюс 19 дБ На частоте 20 кГц По той самой РИАА То есть, подчеркнув шип Теперь уже не только джонсовских шумов Сопротивления потерь бошки и входного резистора Пусть даже охлажденного Но и шумы ваших транзисторов Которые раньше конкретно давили с цепочкой 75 микросекунд В петле ООС фонокора Или в пассивной цепочке Но где-то конкретно дальше входного каскада А заодно И увеличив примерно на порядок Клир на 20 кГц Из-за снижения петлевого На те же 19 дБ На 20 кГц И в придачу Да нельзя Исказив очаху Ввиду того, что внутри фонокора Вы тупо убрали лишь 75 микросекунд А надо же еще компенсировать И частотную зависимость Индуктивности бошки Это не то, что 2ПФЛ А именно ЛАТФ То есть зависимость индуктивности от частоты И частотную зависимость Ее сопротивление потерь Которая еще сильнее Подробнее об этом Смотрите в таблице 2 Страница 43 В статье Марселя Вандажевеля Noise and Moving Magnet Cartridges Она есть у меня в Патреоне Так вот Которая теперь Вот эти вот Индуктивность изменяемая И сопротивление потерь Изменяемая Теперь у вас включены Так же Во входную ЛР-цепь Якобы на 75 микросекунд Но вы же об этом Не то, что не знаете А даже не в курсе Как их измерять Так что От перемены мест Сумма конкретно изменилась Причем Аж в трех местах Какие ваши доказательства Кокаином Ну что ж Наши доказательства Я Пожалуй Начну С финальной сцены Мой любимый Микрокап 12 Схема Моего фона Кора И Финальная сцена Выводим Шумы Всех вариантов Варианты Значит Вот этот вот Входной резистор РН Будет со степпингом На 8 кВм 47 Это стандартный И 150 Это моя Пассивная Охлажденка Плюс С8 Это вот этот вот Конденсатор Будет тоже со степпингом Для того варианта Когда у нас Будет включена 75 микросекунд Входной цепью 8 кВм Вот этот резистор И Вот этот вот Индуктивность Будет на 600 мГн Вот То есть 75 Микросекунд Ну что Смотрим Результаты Вот Верхняя Графики Это Спектральная Плотность Шума В Нановольтах На Коринс Герц По Горизонтальной Оси Частоты Ну Скажем Вот Для Стандартного Входного Сопротивления 47 Килоом У нас Порядка Максимум Спектральной Плотности На Уровне 3 7 Нановольта На Коринс Герц Для Пассивной Охлажденки 2.2 Для Вот этого Режима Как он Обозначен РН 8К Это Входное Сопротивление 8 кОм Но Постоянное Времени 75 Микросекунд Из Обратной Связи Фонокорректора Не удалена То есть Это Такой Промежуточный Вариант На входе Мы Прилепили 75 Микросекунд Но И Внутри Обратной Связи Она Тоже Не отключена То есть Это Завал Высоких Частот Получается Вот А вот Это РН Со Звездочкой 8 кОм Это Уже 75 Микросекунд Сформированы Только Входной Цепью А Из Обратной Связи Вот Этот Вот Конденсатор Который Формирует 75 Микросекунд Удален Нижний График Представляет Собой Среднеквадратическое Значение Выход Напряжение Шумов Приведенное Ко входу Ну Для Пассивной Охлажденки Это Получается 0,25 Микровольт Для Нормального Входного Сопротивления 0,36 Микровольт Для 8 Килоомного С Обеими 75 Микросекунд 0,41 И Для Пассивной 75 Микросекунд Цепочки Входной Цепочечкой Из Головки И 8 Килоомного Резистора 1 Микровольт Ну Вот Смотрите Сами Значит По Шумам По Реальным Входная Цепочечка Образованная Головкой И 8 Килоомным Сопротивлением На входе Воскоков В 4 Раза Хуже Моей Пассивной Охлажденки В 3 Раза Хуже Чем 47 Килоом 0,36 А тут 1 В 3 Раза 10 ДБ Проигрыша Вот Так Ребята Вот Такие У нас Пироги Смешно Смешно Конечно Ну А теперь Переходим К самому Интересному Давайте Пошагово Разберем Все Ошибочки Которые Были Допущены В жизни Улусов Джучи Вот Их Схема В принципе Вот Как Она Считается В Микрокапе То Есть С Их Данными У меня Все Совпадает То Есть Их Схема Как бы Правильная Но Схема 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 Схема